Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! И сегодня в этом видео хочу вам порекомендовать способ, с помощью которого абсолютно любое махровое полотенце можно сделать мягким и пушистым. Даже если ваше полотенце очень жесткое, ему все равно можно вернуть первоначальную мягкость. Рецептом со мной поделилась моя постоянная подписчица. Рецепт очень интересный. Если честно, я такой рецепт нигде не встречала, ни в журналах, нигде на ютуб у девочек не видела. Поэтому с удовольствием потестировала и результат меня впечатлил. Вот это полотенце у меня изначально было очень жесткое, знаете, такое прям грубое-грубое. После стирки по рецепту моей подписчицы полотенце стало значительно мягче. Оно очень освежилось, освежилось внешне. Знаете, цвет прям заиграл, ворс тоже поднялся, поэтому способ, мне кажется, 100% работает. Друзья, спешу с вами поделиться этим рецептом. Сегодня отстираю вот эту вот стопку белых полотенец. Во-первых, с полотенец мне нужно удалить все пятна и сделать их мягкими. Сейчас они очень жесткие, грубые, неприятные на ощупь. Надеюсь, что после стирки они восстановятся. Итак, вещи у меня все чистые, но при обычной стирке до конца все пятна не удалились. Вот эта салфетка вообще вся в пятнах. Значит, вот такие вот пятна. Дальше вот здесь вот пятно. И на этом полотенце тоже пятно. Все полотенца серо-желтые, такие слегка застиранные. Значит, отстирывать и восстанавливать их буду вот таким вот хозяйственным мылом порошок. Значит, покупаю его в магазине Магнит. Очень бюджетное средство. И я вам уже в одном из видео говорила, что это мыло-порошок шикарно удаляет пятна. Я с этим мылом-порошком стираю постельное белье, полотенце и стираю детские вещи. Сегодня пришла в магазин Магнит и осталось всего 3 пакета. Я взяла 3 сразу. Поэтому, друзья, если в своем городе, в магазине Магнит увидите этот порошок, не проходите мимо. Он очень классно удаляет пятна. Вот уверяю вас, купите, попробуйте, вам понравится. Значит, стирать буду с этим средством. И к стирке еще добавлю вот такие вот шарики. Значит, заказала их на Алиэкспресс. Заказала специально для стирки махровых полотенец и деликатных тканей. Значит, шарики мягкие, не силиконовые, никак не повреждает ткань. Махровые полотенца распушают, а деликатные ткани лучше простирывают. Очень классные штучки. Я их заказала по большой скидке. Вот уже не помню, сколько они стоят. Давно-давно заказывала. Вот. Тоже, если понравится, забивайте на Алиэкспресс шарики для стирки. И выпадут круглые шарики, и в том числе вот такие вот силиконовые. Мне понравилось. Не однажды с ними стирала. Действительно, стирка более такая интенсивная получается. Но в то же время деликатная. Итак, приступаем к стирке. В барабан стиральной машины кладу полотенце. Сюда же добавляю шарики. И добавляю порошок. Порошка добавляю 50 миллилитров. Больше не нужно. Он отлично пенится, шикарно простирывает. Единственное, у этого мыла-порошка такой немного специфичный запах. Но зато он шикарно стирает. Вот никаких пятен абсолютно на одежде не оставляет. Добавляю прямо в барабан. И стираю. Стирать полотенце буду в режиме рубашки-блузы. Температура 40 градусов. Скорость отжима 800 оборотов. Стирка будет ровно 1 час. Машинка у меня заканчивает цикл стирки. А я тем временем готовлю средства для смягчения полотенец. Здесь у меня 1 столовая ложка соли для посудомоечных машин. Если вы стираете солью, то можно взять обычную пищевую соль. Либо взять морскую соль. 1 столовую ложку. И 1 столовая ложка обычной пищевой соды. К этим ингредиентам я добавляю 1 столовую ложку бальзама для волос. Абсолютно любого. И добавляю 150 мл уксуса 9%. Можно добавить 6%. Можно взять яблочный уксус. Все ингредиенты хорошо перемешиваю. Приготовленную смесь выливаю на полотенце. Друзья, очень важный момент. Смесь нужно добавлять в момент полоскания. То есть с этой смесью белье только полоскаем, не стираем. Закрываю машинку. И запускаю цикл полоскания белья. Друзья, полотенце я постирала, они высохли. Давайте будем оценивать результат. Результат, мне кажется, превосходный. Во-первых, полотенце белоснежное. Все пятна, вся серость, вся желтизна с них отстиралась. Смотрите, какая чистая салфетка. Была она вся в пятнышках, вся в грязи. Сейчас она вообще абсолютно чистенькая и очень-очень мягкая. Смотрите, как хорошо поднялся ворс. Полотенце, мне кажется, шикарно распушились. И они очень нежные. Вот прям не мягкие даже, а нежные. Значит, следующее полотенце тоже абсолютно беленькое. И смотрите, какой хороший ворс. Он поднялся и полотенце мягкое. Следующее полотенце тоже идеально чистенькое, друзья. И последнее полотенце тоже белоснежное, тоже чистое и, конечно же, очень мягкое. Поэтому моей подписчице огромное спасибо за такой дельный совет. Способ 100% работает. Друзья, если вы хотите сделать мягкими свои полотенца прямо в стиральной машине, то мне кажется, это лучший способ. В ближайшие дни на моем канале будет способ, как сделать мягкими полотенца в тазике, то есть ручным способом. Но вот если вы не хотите заморачиваться, то этот способ мне кажется лучше. Очень бюджетный и очень-очень эффективный. Вот, кстати, даже лицевая сторона полотенчика, смотрите, очень мягкая, очень нежная. В общем, действительно, вот так вот можно преобразить полотенце. Сделать их приятными на ощупь и приятными в использовании. Друзья, надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. Буду очень рада, если вы что-то для себя возьмете на заметку. Обязательно дополняйте меня. Давайте свои советы, делитесь своим опытом. Я все лучшее тестирую на своем канале. Благодаря вашим советам у меня получаются интересные и, самое главное, полезные видео. Друзья, на этом у меня сегодня все. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok